Представляем вам сезонный тариф Ледяной пепел Проспект Шо, опять? Ну, да Опять подписка на три месяца? И шанс огрести сертификат? Так это зима близко Ну и что, опять показывать будешь? Ну, этой осенью мы показывали кучу рекортов с различных турниров Обзоры новых кодексов снабжали тестовыми партиями Вели долгие, заумные и не очень беседы в письмах Немного балуясь хобби роликами И самое главное Каждый месяц выходил один крутой ролик То это был скрабчаптер про Килл Тим То скрабчаптер про сборку пачки скаутов То дикий хоббийный замес на сборке и покраске Раптора Но самое главное это то, что своей подпиской вы поддерживаете канал Неспресс, главное это сертификаты по 5000 человек Вот это дело Ну, не без этого Как всегда, на каждые 50 подписавшихся по зимнему тарифу мы даем сертификат на покупку МИНК Акция продлится с 20 ноября по 10 декабря Раздавать сертификаты будем в прямом эфире в середине декабря Все подробности в описании Смотрите на этой неделе на ТФЕ и ТФЕ премиум Среда, новости, будем с вами буквально через пару минут Четверг, премиум Письма Спортлото, обсуждаем откуда берутся и куда деваются амбиции Пятница, премиум Последний, заключительный этап Спарка Апокалипсис Для всех остальных Беседуем о книге Дженералс Хендбук из Age of Sigma Воскресенье, премиум Скрепчаптер 4 Делаем волчьих скаутов Для всех остальных Тестируем Трейтерс Хейн Вторник, премиум Анбокс сквада неофитов Для всех остальных Анбокс неофитов без сквада Поддержи проект Смотри все, ни в чем себе не отказывай Добро пожаловать в студию The False Emperor В эфире новости У нас, как всегда, в гостях Старок и Лесник Сегодня, как сказал Лесник У нас бенефис Спейсмена Ну, это, конечно, чушь полная Просто Просто Магнус не предавал Просто Магнус не предавал Или предавал Идет книга к нам На подходе о тысячениках Действительно, книга все-таки И, что самое забавное Легионы Легионы хаоса Ну, давайте Ты счастлив? Я Я, как всегда Осторожно Осторожно Мало ли что Ничего не понятно Но По порядку Сначала релизы Не слухи, релизы Какие у нас релизы, Алексей? Опять этот Как это Made to build И order to Все так Как все называется Все так Купите наши старые наборы Если вы их всю жизнь мечтали купить А мы их все еще не продаем В общем, ГВ продает Вам теперь хаоситам Лучших эвер демонеток Лучших эвер демонеток На этих Листах Корнолорда с топором Лорда Сланыш С какой-то херней На букпаке И Сарк И Сарк Демонетки, кстати, реально огонь Но это были лучше Я бы за демона взял Я Помню, я покупал кодекс ХСМ Такой типа О! А еще Вижу рядом кодекс Стоит С сискастами бабами Такой давай Давай, давай Только полистал Что-то там Какие-то Петухи там летают Рыбы какие-то Да Такой Не-не Бабы есть Оставления интересные Короче Вот это были первые Машины в Вархаме Ну для нас Конечно А сейчас у тебя Эти петухи и рыбы На полках есть А сискастами баб нет Надо Ну и металлические Они Вот проблема Так в чем проблема Металл это по-моему Даже круче Пейс В чем проблема А ты знаешь Не знаю Я считаю Что краска слезает плохо И у моделей Которые особенно Вот так вот Вытянутся У них всегда Центр тяжеский Это вверху Ну это легко Фиксится монеткой Снизу Покупаешь Метольные Отдаешь Те, кого нельзя называть Получаешь Я знаю Хороший Оригинал Ну кстати На правах рекламы Мы сейчас Это дело заказываем Как раз Если кому надо Могут еще успеть Пока еще Не нужно Некуда бегать Просто к вам приходишь Мне пишем Хуитки Как там говорили И вот Все такое В общем в декабре Вы сможете купить Большого Найта Если вам Недостаточно Маленьких Слухи у нас Не очень Правильные Слухи Алексей утверждает Что планетаре Аслот Не слили Ну целиком Тдеевка лежит У меня На рабочем столе Не знаю Как минимум Дата слейд Фортификации были Там действительно Ничего нового За исключением Руины Которая за 20 очков Покупается И дает Адамантим Вилл И Найтвиж В общем Господа Организаторы Могут вообще Теперь не ставить Террейн на столах Все остальное Докупят Господа организаторы На самом деле Думают о регламентации Как она должна быть построена Потому что Если начнутся коробочки Прочие приколы Это не коробочки Ну смотри Ты берешь Вот эту руину И делаешь В эти коробочки Где Вот такая вот Дырочка Чтобы можно было Что-нибудь Что-нибудь запихнуть Там в дата слейке Как раз прописано Что это работает Только если ты Строишь их Как на картинке А остальное Это что-то типа Unusual Да господи Даже если Unusual Вот смотри Вот ты построил Коробочку такую Сделал в нее Маленькую дырочку Куда можно пропихнуть Скатербайк Или пауков Да и все Ты просто каждый ход Ездишь наружу Аккуратно И еще Ездишь На этом террине В коробочке Ездить не получится Он забанен везде Короче Вот это надо ограничить Потому что это жесть А мне сказали Что там интересные миссии Для Апока И надо посмотреть Для Апока Которая у нас будет В начале месяца Помните об этом Кстати На DW.ru Есть регистрация На 5000 Там Приходят С полным покрасом Ладно Мы говорили в прошлый раз О комьюнити сайте ГВ Мы такие думали Что это будет Комьюнити сайт Но комьюнити сайт Оказался без комьюнити Это просто рекламная Листовка в ГВ Которая будет постить Всякую информацию Дварф белый Вообще непонятно Зачем в этом свете Ну это типа Новостной сайт Не форум Как ожидалось Постят там Всякие новости Будут сливы Оттуда браться Все фоточки Которые теперь ВК будут растаскиваться Они будут Ну это лучше Шакальные фотки Из подвалов Я согласен Шакальные фотки Все равно будут появляться Они появляться раньше Чем на этом сайте Так что для нас Всегда Ничего не изменится Нет изменится Мы раньше будем Узнавать о шакальных фотках А потом у нас Будут нормальные картинки Нам не нужно будет Ждать дня Преордера Чтобы в нормальном качестве Посмотреть У меня не совсем понятен Смысл этого сайта Почему нельзя было Сделать на старом Это сайте Все равно Главная Желтая кнопка Такая типа Купи И все Это ведет к тому Чтобы ты что-то купил Еще там Отличные фотографии Комьюнити Гениальные Просто какие-то Две жирные бабы Одна из них похожа на императора Одна просто упоротая Там знаешь Там вот Одной какая-то реально Знаешь Есть фотка Где император Такой вот Император наблюдает Император из Звездных войн Император Ну да Вот у нее тоже Рука такая Ну короче Понятно что Англия Это маленький остров Типа они там Это вырождение генов И прочее Но блин Мы могли найти Нормальный девчонок Для Титульной фотографии Да Причем она висит Там на полэкрана Да Никому не в обиду Ну блин Короче Вы же понимаете Все Прекрасно Про шакальные фоточки Давай Естественно Сейчас выходит Файдвард декабрьский И его Сливают Шакальными фотками По интернету И там Мы увидели Как раз Вот это все Ну короче Даже не знаю Как тут Все связано С Файдвардом Потому что А потом слили Уже в камене Все уже Слито Короче смотрите Друзья Во-первых Нас ждет Книжка Продолжение Компании По Фенрис Но Гнев Магнус А там дальше Еще какой-то Легаси оф Рус Засветился А вы еще Не в курсе Да У меня есть Да Есть некая Книжка Я не знаю Что это Она называется Warzone Фенрис Легаси оф Рус Стоит она В районе полутора тысяч То есть она Явно меньше Чем основная Может это Какая-то художка По Я знаю пока Такое название Что это такое Я пока не в курсе Чет тысяч К врафу Магнуса Это Саплимент Где Большая часть Будет отдана Тысячникам Уже Показаны Коробки Это у нас Соответственно Ариман На диске У нас Клаб сарков Салтед Сарки Которые Можно Суперить На диске Без диска На пукольне Сам Магнус Тоже Там Тысячники Обычные Пеши В 3 плюс Видимо С новыми Оружиями С огнеметами С осолдкой Это не осолдкой Это ротор Кан Она стреляет Третьей силой Сальва 4.6 Ну Короче По-моему На мой взгляд С осолдкой Выглядит Кхасло Всего оружия Солдблейз Намекают Терминаторы Тысячников С какими-то Ракетами Тоже С осолдкой С Хопешами Да С хопешами Ты глефами Назвал Глупыми Знаешь Это надо разбираться Типа Очень сильно Глев Это меч На палке А это Кривой Египетский Окей Вот И И все И эти Затангоры Да Какие-то Зверолюди Это зверолюди Которых Значит Покорил Дзинч Они теперь Вот такие Зверолюди Которые живут На планете Колдунов Причем Они были Во второй Редакции В первой По-моему Да Сливали профили Из тех Бород Поход Такие Культисты Дзинча У всех Четвертый Ну У всех Марк Дзинча По базе Четвертый Не вылезайся Они известны Может переделают Кубы Дзинча Очень прикольные С Руборосиком Прям такие Причем На одной стороне Руборос На другой Черепок И ты сам решаешь Кто единица Кто шестерочка И Как бы Здесь можно Интересно Рассуждать О том Что Мы знаем Кстати Цены Предзаказ Открыл Allegris Стоит 7000 Наш замечательный Огромный Магнус И остальные Коробки Где-то По 3К Туда-сюда Они Да Они Ощутимо Дороже Чем Базовые Тактички Допустим Они По цене Элитников Выдут Как Секи Штерны Вот Такого Формата Правил Толком Никаких Еще нет Был слив Магнуса Название Только Магнус Какой-то Очень такой Слив Мутный Типа Якобы Магнус Это Гаргантюа Летающий Гаргантюа Во втором Севе Во втором Двуле Что такое С шестью Вундами Шесть Вундов Шестой Мастер Лайл Девятый Этап Дратути Я Магнус Убиваюсь Только До силы Шестерку Кинь Шестерку Кинь Две Шестерки Слушайте Кстати Флайн Гарганты По ним же Тоже За шестерки Падаем Да Как обычно Шесть Шесть Окей Магнус Такой Не вопрос Вперед На Шестерки Пятой Броня Четвертый Инвуль Якобы У этих Мелких Пацанов Зангоров Да Ну Как бы Все Это Четко Уже Все Коробки Выложены Книжка Разные вкусы, правил нет, поэтому я пока сижу ровно, потому что ничего не известно. Как вы знаете, я немножко люблю тему Египта, и Тысячники, в принципе, моя одна из любимых сторон. Если бы она действительно была как-то представлена, если бы она сейчас действительно будет представлена, то это как бы всё. Я начинаю собирать и начинаю играть с ними более... Хочется сказать, что они хотя бы нормальные будут в плане правил. Вообще, если Магнус действительно такой, как написали, они уже будут нормальными. Знаешь, тоже, если будет просто брать 2 Магнуса, когда... 2 Магнуса, 2 Малки, Тысячников и Сарка... Ну слушай, если там Сарки... Это будет Магнус Бомба. Если Дзинч получит нормальную магию, хотя бы как у Демонов, да, то... Ну, как бы да, там... А Риман в 12 ходящий, прикольно вроде, но тоже неизвестно, какая будет магия, потому что... Неизвестно, сколько будет стоить Риман на диске. Да, сколько... Я не думаю, что сильно дороже. На 30 очков? Магия тоже на дисках... Ну, он там под... Всё зависит от магии. Сколько сейчас Риман дает? 230. 230 очков. 260 очков. Ну, если он... Ну, слушай, если он будет кладывать эти, не знаю... Примарис и Дзинчи из Демонов, которые с этими... Ну, он Псишрейки может... И три раз подряд, как бы, извини меня. Сейчас 4 Псишрейка может дать. За счёт своей палки чёрной. Но, опять же, готовимся к худшему. Потому что Дзинчиты никогда не были крутыми, только почему-то у Демонов. И, возможно, мы будем играть каким-то говном в какой-нибудь, там, в одноте и прочие варианты. Но, это не всё. Вот, я тоже не понимаю смысла. Типа, выкладывают сапплайи тысячников, и тут же появляется книга Легионов Хаос. Девять Легионов в отдельной книге на 156 страниц. Мягкая обложка. Почему-то не понятно. Почему? Ну, это, небось, этот, типа, Angels of Death. Только рогатенькие. Обещают какие-то правила, свои Warlord-трейды и артефакты для каждого из Легионов. Ну, как в этом, в Angels of Death. Дадут каждому свою варбанду с правилами, и всё. Скорее всего, так и будет. Ну, может, чаптор тактики пропишут. Ну, и как-то, типа, тысячники там тоже будут. Ну, будут и чё. Ну, в этой книжке пропишут им юниты. В гневе Магнуса. А там дадут формат рейты и прочее. Ну, в общем, прикольно. Прикольно. Движуха. Хрисенсы с колен встают. Ну, чёрт его знает, что там. Прям встают и встают. Всё, выше и выше. Всё, приятно. Вы теперь не имеете права ныть вообще никакого нытья. Но мне больше всего в этом понравилось то, что будет апокрифа Хаотика. А, и лояльная. Да, и лояльная. Тоже империалис будет. Какой-то сборник. Это сборник всяких публикаций старых во всём. То есть, у меня есть сейчас Спасплей с Марином апокрифа. Такая забавная книжка там. Из-за Райд-2. Всякие перепечатки старых годов. Откуда вылавливаются всякие стаи вот эти вот древности. О том, что там волки. У них там не было никого Лемонруса. Они там сидели на какой-то планете Лукан и прочее. И о том, что Хорус сначала был не на барже, а в бункере сидел. Куда к нему император пришёл. Вот. То же самое будет как бы две таких книжки хобидные, которые мы постараемся тоже обозревать. Апокрифа всё никак не получается толком полистать. Потому что надо... Ну вот, ты предзакажи себе её и будет тебе счастье. Обязательно. Вот. В общем, короче, наступила на нашем фронте какая-то движуха. Я ей одновременно и рад, и боюсь. Потому что... Чё бояться? Чё может быть хуже? Чё может быть хуже? Чё может быть хуже? Ну будет говно, а на чё? Вот сейчас. Алексей вышел в Новый Кодек в своё время. Он не знал. То ли радоваться, то ли расстраиваться. По-моему, Орки это единственная команда. Нет, Тиранида ещё. Но Кальдары тебе тоже так. Кальдары, они не стали хуже, чем предыдущие. Пока они имеют. Ну и лучше тоже не стали. Лучше не стали. Но не хуже. Тут приятно то, что это дополнение. Что это насадка на кодекс, а не что-то прям не заменяющее то говно, которое есть. А то ты будешь скучать же по этому говну. Да. Так будешь скучать по табличке. Нет, но смысл в том, что это не шил на мыло. Таблички. Таблички. Чемпион хаоса. Ну представляешь, короче, вместо того, чтобы просто заменить кодекс, выходит орковское что-то отдельное. Мне уже вышло. Ваггас Кул, да. Ну конечно начинают, если еще когда выходили только тлейлистов, ксеносы горели вместе с нами, типа они такие, а сейчас просто начинается ор такой, Сука, опять про Спейсмаринов, без разницы каких, где ксеносы, где давай нам ГВ, что-нибудь. Все очень хотят. Я согласен с ними. Хоп, корсары в пластике. Но я теперь, видите, немножко такой лучший парень на деревне. Только денежки готовлю, конечно. Сижу на сундуке с баблом, потому что где-то под двадцатку только тысячники. Наверное, да. Все сборка. Ну то есть семь Магнус, потом по три. Я думаю больше двадцати. Потому что книжка сама четыре, да? Ладно. Четыре. Это десятка, просто Магнус с книжкой. Больше десятки. А там коробок раз, два, три. Ну да, двадцать с лишним получается. Ну Магнус этот купишь. Ну если... Ну у тебя корнотрактор есть. У тебя корнотрактор есть. Ты же хабист. Хабист, да. Огромный просто демон с рогатыми сиськами. У тебя, кстати, он, наверное, в полку доник. И параллельно легионам выходит книжечка агентов Империона. Причем кодекс агентов Империона. На обложке почему-то чувак с обложки Инквизиции. ГГВ поленились сделать новый арт. Зачем? Зачем? Когда есть такой замечательный кодекс. Причем говорят, что в этот кодекс слили чуть ли не... Ну всю мелочавку короче. Ассасины, Кустодисы, Сестры Тишины, Инквизиция. Внезапно Терминаторы Серых Рыцарей. Что ты даже? Да. Там реально из куска Вайдварфа написано, что там от Дисвотч Килтимов до Терминаторов Серых Рыцарей. Ну фиг его знает. Пока непонятно как фракция будет. Возможно это будет просто мешанина из разных фракций. Какой-нибудь ФОК, в котором можно мешать. Или куча формашек типа корвокаций. Плюс это все комби со старым слухом про пластиковый канонесса в декабре. Учитывая, что там будут сестры битвы. Хотя уже начался вой, что типа... Они в этом уже тоже будут? Да. То есть у них не будет своего кодекса? Начался вой, что вот, сестер постигло учить БТ. У нас теперь не будет кодекса. Мы будем только в этой книжке. И вот нытье это раздается по всему интернету. Как будто у них сейчас есть кодекс. Ну технически. Технически. Раньше они тоже были в... Как это называлось? В Кодексе, да? Нет. До этого они были в Вичхантер. В третьей редакции. В те времена, когда ГК были в кодексе Демонхантеров. Так что ждем. Демонхантер и Вичхантер это один кодекс? Нет. Это разные. Ксеносы опять такие. Глупый Ксенос. Ксеносы и где наши? Ксеносы опять страдают. Учитывая, что опять все для Империума и для Хаоса. И на волне этого выходит слух дикий про то, что следующая кампания была. Где? Даркангелы против падших Даркангелов. Да. Они в очке ужаса ищут. Где? Падших. И там начинается дико. И там будут Минка Льва. Минка Лютера. Минка там еще кого-то. Минечки для... Правила для падших. В общем, в этот момент... Это не просто Спейсмарина против Хаоса Спейсмарина. Это Спейсмарина против Спейсмарина. Просто жесть какая-то. Очень интересно. Очень. Безудержное веселье просто. Но пока это там такой непроверенный слух. Я очень надеюсь, что такого не будет. Потому что, ну, это жесть какая-то. То есть, едет Спейсмарина в Спейсмарине. И Спейсмарина погоняет. Дальше у нас очень странная тема. Короче, смотрите. У тебя вырастает где-то на теле прыщик. Ты так близко фотографируешь, выкладываешь себе на страничку. И говоришь, угадайте, что это. А угадайте, где он? Да. На каком месте? Вот так поступает ГВ. Она выложила какой-то прыщ. И, типа, вот у нас что-то новое. На вот этом свежеоткрывшемся комьюнити сайте первая публикация была как раз вот эта. То есть, это вот кусок нечто механическое. Какое-то плечо, по-моему. Непонятно вообще, что это такое. Да. Какой-то круглый хрен сжаклёк. Что это эти гномы? Да. Там зоркий глаз разглядел кругляшок. На котором чисто теоретически можно разглядеть эмблему гномов. То есть, вот бородатую рожу. Но, с другой стороны, там это выглядит так же, как просто крестовая для отвертки типа. Поэтому вообще непонятно, но вот это в следующем году вы увидите. Но, больше всего как раз склоняются к тому, что это огромный какой-то механический гигант для гномов. Воосика. А, с другой стороны, кто-то вангует, что это вот. Блин, у гномов вот таких вот округлых форм нет, у люков таких нет. Это стопудово для механикуса. Вот инфа сатан. Ну, вот так. Дополнение для блокбол? Не дополнение, а просто дополнительное зимнее поле. Зимнее поле. Зимнее. Да, типа вот пацаны, если вы хотите на зимнее поле играть, купите у нас вот это. Это просто зимнее поле играть, да. Это просто зимняя поле, да. Окей. Я не знаю, зачем это. Ну, типа... Там, кстати, едет всякая... Шняга, да. Шняга, да. Будет в декабре. Скорее всего. Это тоже. Судейский свисток, короче, кепка, еще что-то такое. А, эта вот штука сейчас падает. Да-да-да, вот эта хрень. Да-да, там реально какой-то смешной мерч. Нужно это сделать, турнирчик по Владболу, и враждовать вот это вот. Сделаем, сделаем. Спейс Халк. Новое видение. На самом деле нифига не новое. Возвращение героя. Насколько мне известно, это просто репринт. То есть это тот самый, дважды лимитный Спейс Халк, который уже два раза говорит, что пацаны, он лимитный, покупайте наш от слонов. И вот этот третий раз его выпускают, и он снова лимитный. По-моему, ГВ просто плюет на свои лимитки вот такими действиями. Обесценивая их просто. Все знают, что их лимитки не лимитки. Но все, у кого нету еще этих плодовских терминаторов, могут его купить. Кстати, Спейс Халк это одна из немногих неплохих реально на столу под ГВ, в которой можно поиграть как бы в отрыве от мини. Ты играл? Я как минимум наблюдал, как играет. Вот, Спейс, у тебя до сих пор нету обзора на Спейс Халк. Возможно, ГВ третий раз выпускает, чтобы вот-вот конкретно, раз ты его купил и сделал. Ну... Купи, 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 купи. Ну оно же... Ну... Ну... Я, кстати, играл в Ангел Смерти. Это... Что такое? Спейс Халк без миничек. Даже не... Короче, там карточками выкладываешь типа своих пацанов. Сквад. И генерируешься генистиллеров. И как по правилам как-то стреляешь. Они там таким стэком, короче, ходят. Ангел Смерти называется. Просто как-то настольная такая мини-версия. Так. Что у вас еще интересного? Значит, на прикольчике... От ГВ? От ГВ. На Фейсбукчике. ГВ троллит на Фейсбукчике. Там кто-то написал, типа, А, на Фенрисе нет волков, бла-бла-бла-бла-бла. И ГВ такой отвечает, Скоро не будет. Похоже какой-то фейк, если честно. Где-то там они выискивали это, что... Нет. Так еще и кроме этого фейка, недавно они вот на Камене-Н-Чесаке вывесили картинку. Спасем вид фенрисийских волков. Да. Вымирающий вид. Давайте поможем, бла-бла-бла. Да доначьте сюда. Хотя, судя по турнирному ресторану, от нихрена не умирает. В общем, или ГВ сполерит нам то, что действительно волков все-таки... Все? Или просто вот такие толстые шутенчики? Ну и может быть как бы все с точки зрения Б, но это не значит, что они уйдут как фракция. Ну да. Все равно это типа за секунду до. Или там за год до. Ну по крайней мере у наших волков немножко пригорали. Потому что фасадчики появились посты в стиле ну не могут же волков выпилить. Не могут же. Это первая стадия отрицания. Да. Как раз. Быть не может. Целый раз. Она популярная. Игра ФБ тоже была популярна. Помните об этом? Всегда. Ну кстати нет. Сюда была была. Последнее время, да. Ну и из волков в последнее время только волков и покупают. Что касается турнирчиков. Что тебе интересное? А, я тут в Екатеринбург съездил. Да. Да. Как раз. Собственно да. Это большой сезонный турнир. Винтеркил он называется. Винтеркил? Да. Винтеркил. Ему уже 10 лет. То есть это вот юбилейный турнир. Вот нас туда... В принципе я туда уже катался два года назад с Хуаном еще тогда. И с Андрюшей Савченко, который опоздал на поезд. Не доехал. И вот сейчас Спирт нас очень сильно агитировал. Мы собрались. Соответственно я, Дима, Джек Нага. А Спирт сам поехал? Сам Спирт, да. И Штрох, собственно. Вот мы в четвером катались. Причем Спирт поехал сначала туда там пораньше на несколько дней. И уже нас там ждал. Встречал. На хате у волосатого. Чувак такой есть. Эпичная хата. Очень волосатый. Очень волосатый и абсолютно эпичная хата. Короче. Это знаешь вот... Я даже не знаю как... В общаге кто-то жил. Вот. Вот. Короче. Такая общага. Х4 наверное. То есть там реально очень антуражно все. Атмосферно. Ну ладно. Вот. Короче. Что я могу сказать. Винтеркилл. Сука. Арктика. Минус 30. Екатеринбург. Минус 36. Поедем в Арктику погреться. Поедем в Арктику погреться. Да. В общем. Мы же ждали шашлычков. Там этот. Коттедж. Где все время между турами как бы идет тусня. Но разжечь не получилось. В этот раз никто даже не пытался. Короче. Все просто попрятались в бильярдную. И там тусили. В принципе. Вот. Как-то чуть более уныло чем тогда когда я был. Вот. Ну и. Соответственно. Сам турнирчик такой. Ну. Во-первых. Это сольник на 30 плюс человек. Да. То есть там 32 что ли было. Что для Москвы уже как бы. Да. Москва зажралась. Это сольник на 2 250. С полным фаршем. Там. Включая ИА. Там. Какие-то куски эскалации. Еще что-то. То есть. Вообще. Все что угодно. Только я не сниму. Это туда ты свалить. Ну. Да. Я свою пиццу туда возил. Вот. Ну. Меня конечно слегка подгорело от рульпака. Там. Короче. Как у нас мы привыкли. Да. Что у тебя вот есть какое-то число очков. Ну. Обычно это 20. Да. Но там бывает изредка по-другому. Но они всегда лимитированы. То есть это 20 очков. И как бы. Сколько ты мне. Сколько ты тебе. Вот. Там было не так. Там было. Как бы. Каждый сколько набрал. Столько получил. То есть. Могло бы так. Что на одном столе там. 19-1. На соседнем 4-2. Вот. И как бы не совсем понятно. На третьем. На тридцать восемь. На тридцать восемь. Ну нет. Там 19 по-моему. Это самое большое. Что можно было набрать. Вот. Ну просто сам факт того. Что. Вот. Как бы. Вроде выиграл примерно одинаково. То есть я вот. Допустим. Я в трех партиях снял оппонента. В одной я получил 10 очков. В другой 14. В третьей 18. Вот. Точнее. Ну там. Десять. Восемнадцать. Четырнадцать. Вот. Причем. Ну как бы. Первый-то я зевнул. Вообще что. Рубак такой. Короче. Я снял его там типа. На четвертом или пятом ходу. А потом такой. Твою мать. Надо было оставить ему одну модель. Там типа да. И изгиваться. И ездить мэри делать. Короче. То есть невыгодно было заканчивать игру. У нас только в килтимах по-моему бывает. Когда нет лимита на очки. Вот. И самое тупое. Короче. Это что. То есть типа. Этернал. Маэль. И всякие там ламбрекеры. И прочее. Вот. И там. Во всех миссиях. Кроме самой первой. Было что. Если тебя превышают хотя бы на одну очко. По этой как бы части. Ты по ней уже ничего не получаешь. То есть. Как бы. Оппонент получает мало. Если он тебя не сильно превышает. Но ты уже получаешь ноль. В любом случае. Вот. И получается что на некоторых миссиях. Допустим. Вот там. Дима Джекнага. Попадает. Там. На мага Боинг. Да. А праймери на КП. И он априори имеет ноль по праймери. Вот. Что бы он ни делал вообще. То что он никогда не сможет его перебить по КП. Вот. И как бы это немного странно. Потому что это убивает необходимость. Ну и вообще смысл тянуть проигранную партию. Что вот я допустим. Я слил партию Тау. С этими своими самолетами. При этом как бы. Ну. Я его почти убил тоже. У меня там остались какие-то ошметки. Да. Но при этом он натянул больше Маэля. Вот. И он меня настрелил просто. Больше. Потому что мне просто не дохера больше. Вот. И в итоге как бы. Он получал мало. Но я не получал. А если бы ты его снял. Ты все равно бы проиграл? Все равно бы проиграл. То есть нету даже двадцатки. То есть получается что у тебя даже нет возможности снять. Понятно. Вот. Ну как бы. Миссии были реально интересные. То есть вот эти вот. Вот этот новый подход. Он такой очень сообразит. Там допустим. Вот миссия на релик была. Там знаешь как. Типа. Разыгрываются 7 очков за релик. Значит. 0 очков если релик контролирует противника. Значит. Одно очко если его контролируешь ты хоть где-то. то или уже нормально короче. Там типа 2 очка если. Как хоть где-то. Ну хоть где-то Ну хоть где-то на карте. Типа. Два очка если ты его контролируешь где то но варлордом. Типа 3 очка если контролируешь его в центре. Типа 4 в центре варлорда. 5 у противника. 6 короче. Но противник в деплое варлордом и 7 там тип еще что то. И нассал на лицо. В принципе концепция прикольная. Мне понравилась. потом там что-то было в первой миссии у них было, что ты по Этерналу всегда имеешь очки, независимо от того, сколько имеет оппонент то есть ты сколько набрал, столько получил очков, то есть допустим в конце игры один скорит 4 точки, а ты скоришь, скажем, 2 и если в обычной системе это значит, что ты будешь 2 на 6 очков, то здесь ты можешь поскорить 2 точки по 4 и 3 очка и получить 7 очков, а оппонент может поскорить 1, 2, 2 и 3 и получить, соответственно, 8 очков ну короче, такой интересный рульпак, но конечно, на мой взгляд, ему сильно не хватало возможности, во-первых, снять оппонента, во-вторых, возможности, ну собственно, в одинаковое очко генерить с каждого стола это рульпак антиитары да нет, я бы не сказал я как раз от него не очень сильно страдал первое место взяли Мариинский конклав с плутуном и что-то еще и взяли Тау, который меня обыграли, там правда странно было, точнее не странно, там те, кто играл с одного города, их разводили и там получилось, что в топчике оказались 2 чувака с Тюмени вот, и они как последний тур играли не между собой, как должны бы по-хорошему были, а играли с уровнем ниже, и они там оба просто вот так вот ракеты вверх, да там вообще без этих при этом вот как раз Дима Джек Нага взял четвертое, причем ему там вот до третьего не хотел совсем болт если бы вот рульпак был обычный, да, он бы был где-то в районе второго я бы, наверное, был на третьем в этом случае если бы ну да такое вот, но в целом там мне очень понравилось, там дружелюбно, там очень лампово, народ не напрягается, все как-то так спокойно а, еще, короче, ну я не знаю, вы слышали или не слышали, там эпическая тема про ачивки значит, это вот примерно то, чего пытался сдвигать Цезарь на команднике, только оно там у них давно зреет и работает и, в общем-то, оно много лет у них применяется, вот там совершенно упоротые вещи, допустим, там всю игру играй, говорят только Ходор вот причем самый эффект был, когда Спирт играл с еще одним чуваком они оба делали Ходор, да это игра Ходор Ходор вот потом тоже, значит, на тему Игры Престолов, значит если тебя особенно жестко сняли, вот значит, ты даешь по нему-то колокольчик, он за тобой ходит по залу Горит позор да, и все повторяют позор, позор там, конечно, ржачка Спирт, кстати, выиграл ачивки, да не, вообще, ачивки, типа, он не сделал, по-моему, три, что ли, из всех там такой внушительный список получил, кстати, ассасинором здоровую взять с толчком? да, взнос какой-нибудь взнос, два кафа нормально там так отдыхают, господа ну там да не, прикольно и публика очень такая дружелюбная в общем-то все а сталы гнутые были? сталы нормальные такие ну как бы средние я не могу сказать, что там что-то прям такое вах да, ну прям вполне себе единственное, жалко вот я два года назад ездил там было в каком-то ДК он был похож на генерала да, вот по пафосности то есть он весь такой там с колоннами какими-то там с цветами стоящими вот, а сейчас мы играли в каком-то бизнес-центре там, ну типа комнатушка такая там столов на там двенадцать или пятнадцать и еще соседние несколько столов четырнадцать ну да, пятнадцать столов в одной комнате и три в другой еще такое ладно, к нашим барам а у нас? у нас в эту субботу в воскресенье парник в тридевятом и на тысячу просто новичковый у тебя у меня в субботу новичковый маленький плюс в субботу будет Малифо турнирчик и в воскресенье у нас проводят фбшники там свои пам-памки инкзофарни которые ребята с... вы опять наставили новичковых на один день нет, почему по крайней мере когда я ставил там никаких новичковых не было там сейчас такая плотность турниров что от этого никуда не убежишь да и что касается проекта началась зимняя акция с 20 по 10 декабря с 20 ноября по 10 декабря подписочка на 3 месяца опять сертификаты от Алегриса на 5 тысяч рублей любых вот этих новых книг всяких миник все что хотите разыгрывать будем в прямом эфире в середине или вот Алексей предлагает в конце потому что он будет в Анголе в то время хоть ты можешь в прямом эфире в Анголе по спутнику тогда провели по отсчетам нету что ты разговариваешь в Анголе делать надо будем раздавать сертификатики а пока не понятно сколько их будет зависит от количества подписавшихся соответственно до 10 а потом уже все закрылось и обычно а по остальным всяким видосам ничего нового сказать не могу монтирую кучу репортов и все устал бесконечно репортики я устал я ухожу ну кстати на тему турнирчиков вообще все эти движухи значит может кто помнит вот ты все время делал драфты да да мы собственно у тебя эту идею бессовестно потырим вопросов нет сейчас соответственно полутона да в конце этой недели нам должна приехать огромная партия ГВ вот собственно в том числе коробки которые для этого дела очень подходят вот и где то получается через недельку наверное мы будем пилить ну собственно драфт то есть увеличенный взнос но соответственно вот такая же тема с круговым круговой раздачей слонов с клейкой покраской и потом это все дело на киллтим вот соответственно киллтим еще к тому же у нас остался еще мерч с ГВшный вот этот самый вот с активити пакой он соответственно тоже туда пойдет в дело вот так что готовьтесь в общем где то через две недельки примерно ждите я скорее всего пойду поучаствую ну блин новая коробочка ну блин для орков нет нет я дату не устраиваю а дату тебя не устраивает а что тебя дату устраивает все я думаю оно не один раз будет на самом деле мне кажется мы будем регулярно это делать нам оставь пожалуйста бумажку с фоткой полусолный рой сидел с фоткой типа я здесь сижу я и так пропускаю огромный опок кусок имеют черт а тут тот самый против елищевых марок огромный опок не расстраивайся они не смогут там без меня они организоваться никак не могут дебилы знаешь маленькое религическое отступление я когда в самом самом глубоком детстве еще только впервые осваивал интернет вот я зависал в чатиках на народ.ру я думаю многие зависали в свое время вот значит и там как-то раз мне очень запомнился персонаж один который у него был ник звезда свиней короче и эпическая подпись что типа свиньи дезорганизованные они значит погрязли в раздорах им нужен лидер и тут появляюсь я короче знаешь это было лет 15 назад короче до сих пор просто дословно помню тут появляюсь я звезда свиней вдруг этот человек нас сейчас смотрит он вспомнит он вспомнит себя мама я в телевизоре мама я в телевизоре да как то так увидимся с вами через неделю опять какие то наступают интересные времена что там будет подробности всякие хаоситов что нибудь еще обязательно расскажем смотрите нас кстати в октябре тебя смотрят там вспоминают да там медведи ходят там наверно больше нечего там слишком холодно улетела и медведи но даже медведи не ходят и свиньи и свиньи и звезды свиньи и звезды свиньи Субтитры создавал DimaTorzok